здравствуйте уважаемые друзья прежде всего не знал что день рождения сегодня я всегда традиционно благодарю за приглашение а сейчас еще желаю многое лето чтобы развивалась культура в этом замечательном научном учреждении и второй маленький такой момент сегодня возле судей в желтом цифровке поэтому я выступлю быстро убегу прошу прощения что значит тема моего доклада образ богини вреди при харапе и харапе как две формы отражения единого дарийского культа эту тему я разрабатываю уже несколько лет смысл в том чтобы найти связку между двумя аспектами древней индийской цивилизации это аспект литературно текстуальный есть огромная юридическая традиция беды брахмана роняки у канишады да будет хорошо все знают об этом и есть другой стороны археология археология молчащая археология не расшифрованной письменности и получается как бы эти два аспекта между собой не связаны такой парадокс изникает с одной стороны есть культура не привязанная к археологии с другой стороны есть археология не привязана к текстам и вот я как бы пытаюсь навести посты между двумя аспектами древнейшей культуры в древнейшем памятнике ингарист к литературе создана между 3300 и 2600 годами до нашей эры самхики рекведры одним из наиболее ярких и образных и провокационных являются гимны богиня мушас или богиня зари в них она описывается как красавица открывающая для взора свою грудь и другие приятные места здесь процитирую перевод татьяны яконы делизаренковой классический наш ее грудь удивилась взором она открыла приезд при самом начало как бы подчеркивается ее обнаженность она показывает свое тело мужчинам как жаждущая мужа жена соблазнительница и любовница вот цитирую вот она показывает себя самая первая из многих она не избегает ни чужого красуясь незапятным телом она сверкающая ни страницы немалого великого как не имеющего брата который мог бы организовать для нее свадьбу да она идет на встречу мужчинам она подобно зашедший на подмостки чтобы приобрести богатство здесь можно сказать прототип даже какого-то стриптизма она как нарядная жена жаждущая мужа ушас как любовница выставляет грудь сестра уступила место старшей сестра речь идет о богине ночи которая лунуется сестрой зари богиня ночи уступает место они по очереди семья друг друга она уходит от нее как та с кем предстоит встретиться пламенея лучами сурги она умощается мазью как грудница идущая на свидание еще одна цитата вот словно прекрасная женщина приближается ушас доставляя наслаждение словно последуя ребенку до страстной ее выставлены на показ грудь танцовщицы увешана украшениями она увешивает себя украшениями как танцовщица она обнажает грудь ушаса это опять цитата снова и снова в разных хронологических слоях памятника она описывается как сознательно обнажающая свое тело для любовника девушка цитирую ты идешь словно девица красой с телом и богиня к Богу и жаждущему юная женщина улыбаясь ты раскрываешь грудь когда задвигаешься с восторга словно юная женщина прекрасная внешность и украшенная матерью ты показываешь тело чтобы смотрели ушас она словно красавица осознающая тело стала будто купались чтобы мы ее видели ушас она идущая навстречу мужчинам словно прекрасная женщина выпускает грудь красуясь ты обнажаешь грудь и ушас то есть вот видите такие яркие провокационные много было таких дней которые на востоке на расходе стульги откуда ты показываешь словно приближающийся к любовнику по ушас а не как снова входящий всех богов призываю пусть жаждущие боги пусть сядутся на вашем широком лоне то есть лона ночи и лона залины ушас и ночь описываются как прекрасные рожающие юные жены в украшениях и драгоценностях путь плодорога и достойный жертв близкие ушас и ночь усядутся на лоне две божественные юные жены высокие с чудесными золотыми украшениями облачающиеся в красоту сверкающей драгоценности я здесь хочу чтобы вы обратили внимание во-первых то что эта богиня обнаженная и во вторых то что она изображается обнажающей свою грудь и в третьих то что она изображается как имеющая многочисленные украшения вот эти три аспекта пожалуйста запомните их потому что дальше я буду говорить о материальной культуре и мы посмотрим как они отражаются в археологии и в материальных произведениях материализованных используют ушас доступны и для избранных ею смертных вот один из гимнов гласит ушас который как понравится какой смертной насладиться тобой как бессмертная кому ты приближаешься приближаешься и дальше происходит переход на духовно-психологический символизм этого образа это характерно для регели родившиеся от матери ушас вдохновенные поэты взламывают скалу тьмы внутри своей личности и проникают в мир видения со всеми его пылающими сокровищами цитирую тогда пусть родимся мы от матери ушас семеро вдохновенных первые устрелители обряды среди людей пусть станем мы с ногами неба ангерасками пусть расколем мы пылающую столу полную сокровищ и вот подобно нашим отдаленным отцам древним продевшим о законе сказители гимнов идут в чистую страну в мир видения раскалывая землю они откроют алых ну алые это и коровы и лучи за их ушас или еще вот такая цитата тоже полный духовный символизм я должен найти скалу неба разверзая гимнами пришли воспеватели приближающиеся ушас она открыла находящихся в загону выжимается коровы лучи зашло солнце бог раскрыл врата человеческие сурья развернул красоту как прекрасную картину мать коров ушас так именуется вышла из укрытия зная реки с несущимися потоками смывают берега укрепилась небо как хорошо установленный жертвенный стол перед этим гимном разведлась недра горы для первого рождения великих гора растворилась небо достигло цели стремящиеся заманить сделали землю подателем ну здесь целый набор духовных символов я не буду глубоко как бы не погубляться речь идет о скале бессознательного внутричеловеческой личности которую раскрывают с помощью гимна и добывают сокровища души человеческой изнутри вот этой скалы инерции поэты хотят быть для ушас сыновья не для матери при этом ушас в регведи именуется матерью дэво то есть дэво это дословно резвящееся в сиянии обычно термин перевод как боги а также она именуется ликом адити адити это одна из самых великих богинь так условно несвязанности беспредельности дословно термин перевод с адити несвязанности одити описывается как широкая божественная мать в частности вот говорится одити это небо одити воздушное пространство одити мать она отец она сын все боги одити одити пять родов одити то что рождено одити то что должно родиться лона одити на высшем небосводе является местом рождения разума дальше и мистического единства и союза сущего и не сущего и не сущего мужского женского начал они представлены одни как перворожденным истинным ритом одни в своем аспекте одити и сам является матерью про него говорится готов для каждого как жена на ложе потому что во многих местах он был мать для новорожденных в лоне этого асуры одного происхождения что вынашивается одинаково на нашу то есть он здесь изображается как беременная женщина но играющий в свете порождают балующееся сиянием речь как донящуюся дойную корову царицу их она характеризуется как корова одити знающая речи и приводящая речь к движению речь снова и снова тоже описывается как любовница избранного дею поэта ну вот в частности кто-то глядя не увидел речь кто-то слушая не слышит ее а кому-то она отдала тело как страстная нарядная жена муж это одно из самых известных описаний речи в 10 мандале поэт оказывается провидцем благодаря речи кого она полюбит кого наполняет ужасающей энергией делает брахманом священником видящим и совершенному особое внимание надо обратить на то что форма матери одитируша при этом еще матерью их родительницы их предводительницы прекрасными на вид быками она распространяет свет понятно что в детстве подразумеваются лучи ее коровы свертывают тьму и держат свет она заполняет широкий путь своими приносящими счастья лучами как стадом выпущенных коров она запрягает череду алых коров огромную колесницу радку везут алые быки везут алые сверкающие быки она возит на быках желанный дар матери ушас отождествляются с алыми коровами на которых они едут вот зори подняли знания в восточной стороне пространства они украшаются светом очищая себя как храброе оружие алые коровы возвращаются вверх внезапно взлетели алые лучи запрягли алых коров легко запрягаемых зори создали знаки как прежде алые они направили сверкающий свет об ушас говорится что она обнажает грудь как корова в имя ушас приближается как дойная корова ушас и ночь подобны хорошо обдающейся коровы пробуждающиеся богини ушас бодры как выключенное имя из загона мраха стада коров лучей адити тоже именуется набыхающим молоком дойной коровы то есть здесь вот еще один аспект связь с коровой с образом коровы и адити и ушас на запряженную широкую колесницу эту радку ушас в форме дакшина или воздаяние за внутреннюю жертву в виде энергии разума дакшин восходят бессмертные дэвы именно ушас привозит всех дэвов на питье священного напитка бессмертия сона вот это вся вышеизложенная информация все аспекты перечислены то есть богиня как обнаженная красавица доставляющая свою грудь богиня как украшенная увешенная драгоценностями и украшениями различными богиня как корова богиня как путешествующая на колеснице связанные с коровами изображены коровами или быками все вот эти аспекты они встречаются в материальной культуре Индостана вся эта информация находит многочисленные прямые параллели в прихарабской и карабской археологии северо-зарапной индостана в частности глиняные статуэтки обнаженной женщины с украшениями с украшениями появляются еще на первом этапе существования Миргархана Баллани это западный приток Индом в конце восьмого тысячелетия до н.е. мы фактически можем проследить истоки зарождения одного из образов искусства Индии начиная с самого нижнего слоя первые более или менее целые или фрагментированные человеческие статуэтки из Миргархана Баллани были найдены внутри и снаружи зданий начиная с самого нижнего первого слоя первого из девяти слоев первого периода их найдено очень много их найдено 102 штуки причем 81 относится к самому древому первому периоду большая часть вылеплена из необожженной глины они делятся на две группы стоящие или выпрямленные и сидящие или согнутые к периоду один к слоям с первого по восьмой относятся 16 стоящих глины они часто покрыты опхой первые сидящие или согнутые статуэтки появляются в третьем слое первого периода их насчитывается почти восемь штук они были подразделены на маленькие и средние и большие большинство больших принадлежат к верхним слоям они схематичны их форма беконическая один конец означает голову в другой ступне а большая и изогнутая центральная часть изображает бедра на многих небольших фигурках имеются прикрепленные кольца изображающие украшение ожерелье или пояс в нескольких в нескольких в нескольких случаях эти кольца изображают ползущий вверх по телу змеи к одной статуэтке прикреплены прямые волосы небольшие круглые шишечки и пояс среднего размера сидящие фигурки также украшены прилепленными поясами или ожерельными на большинство больших голые без каких-либо дополнений во втором периоде мергарх не было обнаружено ни одной стоящей фигурки но сидящий тип представлен непрерывно с первого периода большая часть небольшие среднего размера с прикрепленными украшениями три статуэтки той же разновидности покрыты красной охрой и имеют прилепленные шишечки вокруг шеи и на грудях изображающие украшения в периоде 2b изменяется стиль фигурок появляются физические признаки начинается выщипываться лицо намечается разделение между ногами или поясом сделанным из больших прикрепленных шишечек на сидящих фигурках части тела руки, ноги и пол но только на одной статуэтке потом издали на нескольких маленьких грильных статуэтках прикрепленные кольца означали ползущие вверх по телу змеи есть даже изображение свернувшейся кольцами змеи красной краской на камне в форме фигурки в период 3 помимо прекрасных вылепленных каракотовых статуэток бытка дал только одну бесформенную человеческую статуэтку в Таракоте в Мергархе вероятно стоящую но одновременный памятник этого периода Шерихан Таракай близ Банну в Пакистане имеет ряд фигурок которые могли бы соответствовать этой стадии эволюции искусства в Мергархе женские фигурки использованы неолитического раннепрополитического памятника Шерихан Таракай в западе латынга датирующихся в 4300-м 2760-м годами до нашей веры специфичны они представлены стоящими статуэтками с полностью узнаваемыми человеческими чертами и сидящими с часто очень меньшими короткими и толстыми ногами в некоторых фигурках эта идея уменьшения доведена до крайности из-за чего они имеют бутылкообразную форму с налетными грудьями и лицом с выщипанным носом все эти статуэтки сделаны из той же прекрасной длины с песком что и герамика и имеют схожую артиллерованную поверхность на многих фигурках черным цветом нарисованы глаза, волосы часто косы одежда и другие узоры в частности гребешковые орнаджеты у ряда статуэток раздутые животы передают идею к этому же типу принадлежит женская статуэтка расположенного неподалеку от шеи хан-таракая памятника Тер-Калатхер это тоже Пакистан датируется концом 4-го первыми веками 3-го поселения до нашей эры сейчас я вам ее покажу это все шеи хан-таракая вот она то есть здесь птичный все на лицо приняты беременные женщины с периода Мергат-4 и далее ограничение между мужским и женским изображением становится правильным статуэтки демонстрирует четкие признаки которые будут постоянными на протяжении всего развития с периода 4-го 4000-го года до нашей эры до периода 7-го около 2700-го года до нашей эры мужчины стоят, а женщины сидят. Женские статуэтки периода Мергах-6, это вот Мергах-4, вот они постепенно эволюционируют в такой тип. Женские статуэтки периода Мергах-6 все еще сидящие, струсообразными ногами, стилистически им соответствуют женские фигурки из долины реки Квета в Баладжистане в стиле Дампса Дат-2. Вот такие вот. И здесь просто не было возможностей детально стратегировать, поэтому здесь все изображения стоят с максимальным подвижением. Можно было разглядеть все элементы. В Мергахе периода 7b и с меняющим его наушаром периода 1b женские фигурки имеют большие груди, прически и украшения, а также согнутые руки и ноги. В наушаро периода 1b появляются женские фигурки спинами, руками и ногами. Это шестой период, сложные такие головные, уплазка волос, такими кольцами. А это вот седьмой пошел период. Седьмой период. Здесь вы видите вот те самые элементы, про которые я говорил применительно к ревизе, то есть обнаженность, грудь, украшения. Здесь вот мы видим кормящую богиню. И фактически вот что это перед нами? Это богоматерь с младенцем, только датируемая на 3 тысячи лет раньше, чем образ христианства. Они часто имеют птичьи клювы, потому что считалось это богиней-птицей, но этот аспект я сейчас не рассматриваю в этом докладе. Наблюдается связь между человеческими фигурками из Мергарха 7, наушаро 1 и наушаро 3, это уже с той зрелой Хараппой, и современными им сопоставимыми с татуэтками из самой Хараппы. Во время бытования Мергарха 7 это прямо перед началом зрелой Хараппы, цивилизации, извините, Хараппской, 2800-2600 годы до нашего. Данное поселение Мергарх становится центром производства керамики, о чем свидетельствуют многочисленные остатки печей для обжига, и в том числе массовое изготовление человеческих фигурок. В Мергархе 7 женские статуэтки имеют прическу из больших колец, примыкающих с боков голове, сжатые под висящими грудями вылепленные руки и ожерелье из многочисленных нитей. Руки и ноги отделены от тела, глаза выпучены, нос клювообразный. Женская прическа висит по бокам головы и плечам и часто раскрашена, как и прикрепленное ожерелье. Женские фигурки теперь напоминают так называемых богинь-матерей Жоба. Жоба-то река в Пакистане. Характерны для всего Баладжистана. Сейчас я вам покажу. Это вот на ушах. Ну вот они, пошли в Жоб. Стилистически им соответствуют фигурки женщины из Галины Реки Квета, стиле Дамса Дак 3. И статуэтки культуры Мороси из Дех Мороси Гунда. Это тоже мы представили. Здесь не полные, но тем не менее интересующие нас элементы здесь все происходят. Юго-западные Мергаарха, создатели синхронной и зрелой характера, то есть середины второй половины третьего тысячелетия до нашей эры, археологически культуры Кульли, выработали собственную традицию изготовления стилей, поднаженных женщин с украшением. Трепетий, она очень сильно отличается. Прежде всего, потому что они плоские. И как бы распластанная фигура женщины. Совершенно не такие, как на предыдущих иллюстрациях. Вот еще один. Параллельно Мергаарху и Баладжистану, традиции изготовления женских фигурок, возникла в самих долинах Минга и Сараслака, восточную Мингу. На стадии Код Диджи, это ранних арабской, то есть в 3100-2500 годы до нашей эры. Отложения, которые выявлены на целом ряде памятников, как и Кодиджи на Кинке, Сарай Кала-2, Джалентур-2, Гимла-1-3 на Гамале, Рахман-Хели на Гамале, Сисвал-Калибанган-Масрасвати, и на различных памятниках в Пахавалкуре, создавались две разновидности женских сатуэтов. Согнутые и вытянутые ноги с вылепленными ягодицами, иногда установленные на подставку к гисталу. Это первый тип. И второй, плоские стилизованные туловища с вытягиванием вперед, которое функционировало как подставка. Ну вот здесь представлена черно-белая фотография, и два этих основных типа присутствуют. Надеюсь, они более-менее видны, да. Значит, черты лица сделаны щепками, руки подняты или вытянуты вперед, и у некоторых имеется изощренная причерка. В Рихман-Хели на Гамале, в западу Атынга, в слоях ранней Харапы, это 3300-2500 годы до нашей эры, найдено два основных типа женских статуэток. У одного изображена широкая люпка, от поясницы вверх голое тело, показаны груди, могут присутствовать волосы, ожерелья на шее. Руки соединяются под животом, и в них может находиться некий предмет, например, чаша. Ну, тут, кстати, присутствует второй статуэтки. У второго типа руки, если они есть, подняты или акцентированы широкие и плоские тазы бедра, функционирующие как подставка. Кеннеди Беррис говорит о 48 статуэтах первого периода, 12-го и 3-го периода Рахман-Хели, то есть охватывает период с 3300-1900 год до нашей эры. Первые длинные статуэтки женщины создаются в самой Хараппе на Раве, в эпоху ранней Хараппе, на стадии Хараппе и Ходиджи. К стадии Ходиджи, которые сейчас представлены иллюстрации, это 2800-2600 годы до нашей эры, относится, найдена там раскрашенная женская фигурка в разрисованной длинной юбке, с обнаженной грудью, чашей на животе в руках. Последняя и шея, украшенная нарисованным браслетами и ожерельем соответственно. Тут есть еще оттуда же, и вот как бы в цвете эта фигурка, пока она для этого памятника проникает. В фазе Ходиджи, в Хараппе, принадлежат обломки нижней половины, верхней части раскрашенной женской статуэтки. Вот это, в которой говорят. По оценке Кеннеди Дэвис, около 80 женских фигурок Мергаха, периода 1, периода 2 и периода 3, то есть начиная с 7000 по 4800 годы до нашей эры, очень напоминают статуэтки женщины с Хараппе периода 1. То есть здесь явно присутствует преемственность, что и подтверждает вывод Кристины Жариш, о существовании преемственности между традициями изготовления женских фигурок в этих двух родственных путей. Да, и вот надо еще сказать, что последние несколько лет разрабатывается очень тоже древний памятник Пхерана в долине Старослава. Там тоже нашли такие же племянные фигуры. Ну и собственно сама зрела Хараппа и та Хараппская цивилизация, о которой мы знаем, это 2600-1900 годы до нашей эры, она оставила нам многочисленные длинные статуэтки обнаженных, при обнаженных по пояс женщин, в том числе в пышных головных уборах, с шейными и или нагрудными упрошениями и или в поясах. Это у нас Махенджа Дара, вот Махенджа Дара, я взял только некоторые, потому что их очень много. Вот вы здесь видите все элементы, которые причислены, присутствуют. Они были как бы массово производились, то есть далеко не все отмечены изящностью проработки деталей и так далее. То есть это было популярное искусство. Хан Раппа, Наушара, Халавира, то есть совершенно разные памятники на территории распространения с Хараппской цивилизации. Вот я отобрал только те, где присутствуют те элементы, которые упоминались о людях. То есть обнаженности, грудь, украшения, богиня. То есть мы здесь видим прямой павелевицы. Ну, естественно, они самые интересные. Несколько кракусов. Вот тут вы видите очень сложные украшения и на шее, и плюс еще идут два ожерелья. На самом деле, нашли эти ожерелья, это замечательные по своей красоте, по тонкости исполнения. Там, сердоликовые, ляписко-зуритовые бусы, которые сейчас бы составили гордость любой ювелирной коллекции и так далее. То есть это все отображает реальные украшения с подвесками из золота. Ну, и надо несколько слов сказать о знаменитых бронзовых статуэтках голых женщин из Махенджа Дара с украшениями. На самом деле, обычно считается, что это богиня-танцовщица или просто танцовщица. Но, скорее всего, это фигура обнаженной богиней. По описанию Марка Киноера, Джентель Марка Киноера, который много лет уже руководит раскопками в Харапе, первая, это стоящая женская фигурка из медного сплава, высотой 13 см 2 мм, шириной почти 5 см, высоко поднятой головой волосами, убранными в горизонтальный пучок или узел, внизу-позади шеи. Видны следы удлиненных менталевитных глаз, но выражение лица искажено коррозией. Левая рука, вот именно потому, что искажено коррозией, эту фигурку меньше знает, чем ту, которую я буду в следующей группе, вы ее сразу узнаете, потому что ее везде показывают, да? Хотя это, мне кажется, даже более интересно. Левая рука с отставленным левым локтем помещена на бедро, тогда как правая рука протянута вперед перед талией, держа небольшую чашу переприношения. Следы ожерелья или пояса не видны, но многочисленные браслеты украшают верхнюю часть левой руки и несколько браслетов обозначено над правой локтем. Другая маленькая летая фигурка, вот эта та самая знаменитая, из Макен Джадара, изображает женщину, стоящую в более динамичной позе, с правой рукой на бедре и левой рукой держащей чашу, покоящейся на согнутой левой ноге. Она более вероятно, упраждая Киноэр, представляет несущие приношения женщины, как и в случае с Киноэром. Но лично мы не можем согласиться с Киноэром в том, что речь идет о предполагающих, предлагающих или несущих приношения служительницах сунгла. Почему? На наш взгляд этому противоречит галделиво, скинутые головы, характерное положение свободной и нарочито отставленной к боку руки у обеих статуэток и полусогнутая нога у одной из них. Это вовсе не напоминает форму молящейся или поклоняющейся просительницы. Перед нами явно образы богини или жрец ее представляющих и воплощающих. На основании их археологических находок, тот же Джонатан Марк Киноэр реконструировал основные типы украшений женщины. Вот они присутствуют здесь, в зрелой харамской культуре. И на них они предстают поднаженными, как минимум, по пояс, с увешанными драгоценностями, открытой грудью, и полностью соответствуют ригмидинским описаниям богини Ушаса Адиди. Два аспекта, единые богини. Дополнительные доказательства не случайности наличия прямых и глубоких параллелей между ригмидийскими описаниями Ушаса Адиди и археологическими данными северо-запорного Индостана представляют уникальные памятники материальной культуры Балучистана или Балучистана третьего тысячелетия Данашина. Это сложная керамическая композиция в форме расписанной лодки, представляющей собой горбатого быка или корову, в носовой и средних частях которой вдоль бортов размещаются попарно, фигурки мужского и женского пола. А в кормовой части под навесом на троне с ручками в виде двух горбатых быков сидит обнаженная верховная богиня-мать. Если вы посмотрите на нее, то вы видите, что здесь присутствует несколько сразу элементов описания богини Ригмидии. То есть фактически перед нами нельзя не видеть прямой связи данной керамической композиции с риквидийскими описаниями везомой быками широкой колесницы Дакшины, матери дэвов, коровы Адити и ушас, с находящимися на ней дэвами, о чем я раньше говорил. Фактически перед нами иллюстрация гимна Прегведа. Так в ней содержится следующий стих, обращенный к Адите. Распоем Адити, дающую прекрасное прибежище, прекрасно ведущую вперед. Пусть зайдем мы на божественную ладью с прекрасными вёстками, безгрешным, не дающую течи, на счастье. Я вам считаю, что здесь присутствует прямая иллюстрация данного образа. И сочетание, как вы видите, в этой лодке и коровы, и лодки, корабля одновременно присутствует. Что характерно, в том числе, для Ригмидии. И еще раз, системность в соответствии ригмидийских описаний, едущие на быках обнаженные красавицы, ушас Адити, археологическим данным, подтверждается находкой в Утар-Продэше, бронзовой композицией, датируемой первыми веками, второго тысячелетия до нашей эры, которая изображает двух горбатых быков, состоящих на закрепленных на их спинах стойкие, коленопреклоненной обнаженной женщине. Есть три фигурки, три фотографии этой фигурки, с разных аспектов. Итак, подводя итог, можно сделать хорошо обоснованный вывод о том, что почитание обнаженной богини, ушас Адити, Ригмидии и традиция создания статуэток обнаженной женщины в прихарапе и харапе являются двумя взаимодополняющими формами отражения единого индорийского культа, автохтомного населения и северо-западного предоставления. Спасибо за внимание.